Воскресенский химик перед матчем в Альметьевске набрал приличный ход из 11 побед к ряду. Но местный нефтяник, занимающий вторую строчку в турнирной таблице, имел еще более продолжительную серию. 13 выигранных матчей. Вочная встреча в Воскресенске. Нефтяники сумели переиграть желто-синих в овертайме. В общем, обеим командам было что доказывать. С гостей в воротах сегодня номер один Сергей Большаков. Счет открыли в Воскресенце. Три момента возникает у Романа Смирягина и вот так вот счет в Альметьевске открыт. Да, Кляузов становится автором заброшенной шайбы. 77 номер нашей команды отбывал наказание, а 77 номер команды гостей принимает поздравления от партнеров. 1-0 в Альметьевске. Нервное напряжение чувствовалось во всем. Против Ильи Дололуева провели не слишком чистый силовой. Сердце, конечно же, оно больше всех тревожится. Тем более, это второе удаление подряд в этом матче. Еще будет одно, здесь небольшая стычка возникает. А на 13-й минуте после серии удалений хозяева площадки также реализуют лишнего. Именно Станислав Вальшевский очень хорошо там на добивании сыграл. И есть заброшенная шайба, дорогие друзья. 1-1 в Альметьевске. Нефтяник сравнивает счет. 31 секунду осталось сидеть еще, проштрафившему хоккеисту. А за две минуты до окончания первого периода и вовсе выходят вперед. Вот момент может получиться. 2-1. Дамы и господа, нефтяник впервые выходит в этом матче. Вперед. В начале второй 20-ти минутки в рукопашную сошелся Виктор Бобров. Зона завершена. Мы помним, там драка у нас какая происходит. Кирилл Адамчук сошелся в рукопашной с Виктором Бобровым. И Адамчук буквально не оставляет там шансов сопернику. Но мы знаем, что Адамчук один из лучших в кулачных поединках. Не только в Альметьевском нефтянике, но и во всей лиге, я думаю. Ни разу Адамчук еще не проигрывал. По крайней мере, на моей памяти в подобных сражениях. Но и сейчас также вышел победителем. А вскоре навал желто-синих на ворота нефтяника привел к результату. И сейчас снова мы накрываем шайбу, в равных составах играем. Мансуров появился на ледовой площадке. И что у нас есть? Да, попала она все-таки в сетку ворот. Затолкали с мясом, как вы, Максим, собственно, и отмечали. Илья Талалуев с передачи Дмитрия Черных сравнивает счет. Весь третий период прошел во взаимных атаках, которые никому успеха не принесли. Но вертайм также не спонил чашу весов, не на чью сторону. Все решалось в серии буллитов. Шайбу забросил Илья Талалуев. Да, забрасывает шайбу Илья Талалуев. Отличился он у нас и в основное время матча. Но просто блестяще, шедеврально сыграл Фуга Ясен. Также не оставил шансов Роману Смирягину. Ну, просто шедеврально, на самом деле. Абсолютно хорошее классическое исполнение буллитов. Три из трех забрасывает Воскресенский химик. Илья Павлюков также добивается успеха. Не справился, к сожалению, Всеволод Ястребков. Дайте внимание, далеко выехал Смирягин. И не зря выехал. Прошлого сезона набирал. Но почему-то сыграл абсолютно вот так вот. Да. Не очень, конечно, момент получился. Давайте смотреть дальше. Дмитрий Черных. Один из самых опытных хоккеистов. 85-го года рождения. И Черных забрасывает шайбу, принеся своей команде итоговый успех. Химик взял реванш за поражение в домашнем матче и одержал свою очередную 12-ю победу, прервав победный марш хоккеистов Альметьевска. Но вот на этой цифре мы и остановились.